Во вторник, 13 июня, в Санкт-Петербургском монастыре Святого Антония Чудотворца, конвентуальные францисканцы отметили престольный праздник своего храма и обители. Традиционно на торжества пришли верующие из разных приходов города и области, а также паломники из Москвы. Мы переживаем особый год в этом году, можно сказать, португальский год, столетие явлений Фатиме. И в этот год португальский, вписывается прекрасно тоже португальский святой, святой Антоний, который называем подуанским, но мы знаем, что он сам из Португалии. Храм на 9-й Красноармейской улице – место особого почитания святого Антония. Алтарь в нем сделан из реликвиария, в котором несколько лет хранилось тело святого. Поэтому сюда с молитвами по заступничеству Чудотворца всегда стекается много людей, ведь он один из самых почитаемых святых в католической церкви. Святой Антоний Фатуанский или Святой Антоний Лиссабонский, как кому угодно, это покровитель наших земель, его почитание было распространено, я помню его с детства, в храме святого Людовика в Москве. Нынешние торжества собрали в храме представителей всех францисканских общин города на Неве – трех ветвей Первого Ордена, женских конгрегаций и францисканцев-мирян. Традиционно, в день памяти святого Антония во время богослужения священники благословляют детей. Есть и еще две традиции, отличающие этот день. Благословение лилий, как символы невинности и чистоты, с которыми часто изображают святого Антония, а также благословение хлебов в память о чуде воскрешения, которое совершил своими молитвами святой. По завершении богослужения все собравшиеся прошли процессии с реликвиями и иконой святого Антония по монастырскому двору. Каждому Антонию трудностям поможем, и вернем, что в жизни нас всего дороже. Еще долго после завершения мессы верующие молились, обращаясь за молитвенной поддержкой к святому Антонию. Впрочем, стоит напомнить, что каждый вторник в этом монастыре совершается особое богослужение, посвященное подуанскому чудотворцу. Субтитры создавал DimaTorzok